Доброго времени суток, уважаемые любители кофе! Приветствую вас на канале Кофеварка. Мы продолжаем тестирование капсульной кофемашины Неспрессо Делонги. Сегодня вашему вниманию представляется тест кофе Лёр. Папуа Новая Гвинея. Кофе выполнено в алюминиевых капсулах вот такого вида. Традиционного для кофе Лёр исполнения. Значит, степень отжарки 7. Это можно видеть вот на упаковке. На обратной стороне присутствуют надписи на русском языке. Из которых мы можем заключить следующее, что это кофе предназначено для объема эспрессо, имеет яркий, фруктовый, головокружительный сорт. Производитель нам говорит, что откройте для себя уникальный бленд с головокружительного высокогорья Папуа Новой Гвинеи. Благодаря прохладному, влажному климату и под плодородным вулканическим склоном, где выращены отборные кофеенные зерна, кофе бленда Папуа раскрывается ярко выраженными фруктовыми нотами и сладковатым древесным ароматом. Итак, готовить будем в объеме рекомендованным производителем эспрессо. Предыдущие сорта этого кофе готовились хорошо. Этот тоже не является каким-то исключением из правила. Чувствуется хороший аромат при производстве этого кофе. Сейчас мы с вами посмотрим его поближе. Итак, вот вы можете видеть хорошую пенку, хороший однородный цвет. В общем, он имеет такую неярко выраженную кислинку. Мне кажется, этот сорт кофе будет хорошо готовиться в объеме лунга. Присутствует горечь, но такая. Ну да, что-то древесное, но не противное. То есть, я могу рекомендовать данный сорт кофе для употребления ежедневного. Хорошая пенка. Получилось у меня, спрашивали на канале, как у меня получается такая пенка. Это все зависит от молока. Если производитель положил нормальное, нормальные жирности, это молоко получилось, то и пенка у вас будет хорошая. Если там вранье, или это не натуральное молоко, будет ерунда. Итак, вот, значит, так себя повела капсула. Традиционно ничего удивительного. Пробилась замечательно. Вот, в общем-то, все отлично. Объем жидкости, который не попал в капсулу. В данном случае, такой средний объем. Не сказать, чтобы это было сильно много, но у нас бывали сорта с вами, что там были только капельки. В данном случае, такой минимально допустимый объем. Итак, что можно сказать об этом сорте? Ну, во-первых, о цене этого сорта, цена у него недорогая. Мы брали это по акции в гипермаркете Лента. Цена была 219 рублей 99 копеек. Без акции это кофе стоило в следующий раз мы заезжали 294 рубля 79 копеек. В общем, такая гуляющая цена, но 300 рублей укладывающейся в любом случае. Поэтому вполне себе такая бюджетная цена для автоматов и данного производства. По вкусу, ну, честно скажу вам, что вот сорта, которые Лер у нас представлены на канале, вот есть, которые мне нравятся больше. Вот, поэтому, как бы, могу я рекомендовать, но если есть вот другие сорта Лер, такая оранжевая упаковка у него есть, красная упаковка, я название сейчас не буду вам приводить, чтобы не обманывать. Вот, они мне получше кажутся. И те готовятся тоже в объеме эспрессо и в объеме лунга. Замечательно. Вот, этот сорт подходит для объема эспрессо, для объема лунга. Он вас не разочарует. Ну, а на этом разрешите откланяться. Всего доброго. До новых встреч.